здравствуйте дорогие друзья меня зовут евгений мы сегодня с вами поговорим про машину которая скоро будет колесить по дорогам общественного пользования а именно компания ford обновила экспедишен на 2025 модельный год мы с вами поговорим о том что изменилось и давайте обо всем по порядку спрос на гигантские внедорожники в сша не ослабевает на протяжении последних нескольких десятилетий модель экспедишен состоящая из роскошного просторного салона закрытого квадратной обшивкой является свидетельством этого спроса как и в случае с новым навигатор обновленный экспедишен отличается более плавным дизайном и расширенными технологическими возможностями большим преимуществом экспедишен как и многих других полноразмерных внедорожников является возможность вместить множество пассажиров и при этом иметь немалый грузовой отсек а также способность внедорожника служить в качестве буксировщика средней грузоподъемности ford заявляет что экспедишен способен буксировать до 4454 килограмм груза с регулировочным устройством или до 3175 килограмм без него что скорее всего будет достаточно для буксировки катера малого или среднего размера или прогулочного трейлера в базовой комплектации которая называется актив новый экспедишен выглядит более изящным и менее квадрат чем его предшественник со слегка суженными задними окнами как и прежде доступны модели как с короткой так и с длинной колесной базы а также несколько вариантов отделки салона например комплектация tremor ориентированная на бездорожье включает в себя 33 дюймовые шины для бездорожья и более высокую стойку дорожный просвет составляет 10 и 6 дюйм а также несколько механических улучшений особое внимание уделяется внешнему виду решетка радиатора и колесные диски затемнены а задняя дверь выполнена в черном цвете также будет представлена комплектация king range и топовая платину интерьер просторен и неприхотлив и будет доступен в нескольких различных цветах приборная панель напоминает f-150 массивные детали и вентиляционные отверстия расположены вокруг большого центрального информационно-развлекательного экрана и 24 дюймового горизонтального цифрового дисплея расположенного близко к нижней части лобового стекла большая поворотная ручка переключателя передач которую тестировщики сочли удобной в использовании унаследована от старой модели подключение к вайфай которая когда-то предполагалось качестве отдельной опции теперь станет частью стандартного технологического пакета ford заявляет что его точка доступа будет поддерживать до 10 персональных устройств в радиусе около 15 метров система голосовой помощи google assistant будет использоваться по умолчанию хотя ford заявляет что экспедишн также будет доступна со встроенным alexa голосовая активация позволяет запускать потоковую передачу музыки аудиокниг и других развлекательных программ а также дает водителю возможность управлять системой кондиционирования воздуха и другими функциями автомобиля без помощи рук сидения как и в предыдущем экспедишн кажется большим во внедорожнике могут разместиться до 8 человек до 7 если вы используете капитанские сидения во втором ряду между передними сидениями имеется большой багажный отсек а по всему салону множество мест для хранения мелких вещей сидения 2 и 3 рядов откидываются по центру для размещения длинномерных предметов например таких как лыжи которые могут не поместиться в заднем багажном отделении приподнятых сидений небольшое грузовое пространство за третьим рядом расширяется до приличных размеров когда третий ряд опускается пространство может быть максимально увеличена с помощью регулируемой полки для грузов которая опускает задний пол и позволяет складывать грузы все экспедишн оснащаются 3 и 5 литровым двигателем эко буст в 6 с турбонаддувом мощность базовой версии составляет 400 лошадиных сил и крутящий момент 480 фунт-футов мощный двигатель one стандарт в комплектации tremor и опциональный в комплектации platinum выдают 440 лошадиных сил и 510 фунт-футов крутящего момента оба двигателя передают мощность на колеса через десятиступенчатую автоматическую коробку передач задний привод входит стандартную комплектацию а полный привод является дополнительным за исключением комплектации tremor в которой полный привод является стандартным комплектация tremor включает в себя многие технические новинки ford bronco для бездорожья среди них режим rock round своего рода круиз-контроль на бездорожье функция помощи при повороте которая использует торможение одним колесом для прохождения крутых поворотов и функция движения по бездорожью с помощью одной педали tremor также оснащен перенастроенной подвеской и рулевым управлением специальными подножками дополнительными фонарями для бездорожья за решеткой радиатора раздаточной коробкой и защитными накладками под передней частью стандартную комплектацию expedition входит система ford co-pilot 360 assist 2.0 которая включает в себя ряд функций активной помощи водителю включая автоматическое экстренное торможение адаптивный круиз-контроль систему предупреждения о слепых зонах которая может учитывать геометрию прицепа система удержания в полосе систему помощи при пересечении перекрестков и система которая помогает подключить прицеп также стандартную комплектацию входит система камеры кругового обзора 360 градусов если сделать вывод то ford expedition это новая глава в компании ford которая обеспечит достаточно высокие продажи этого внедорожника интересно будет узнать не помешает ли отсутствие высокопроизводительного в 8 ford соперничать с конкурентами например gm предлагает два разных двигателя в 8 а также дизельные версии своих внедорожников и каждая версия sequoia является гибридным несмотря на то что expedition продается уже три десятилетия он продается не так хорошо как некоторые внедорожники general motors и растет конкуренция со стороны таких компаний как toyota с ее новой sequoia а также существенно обновленного nissan armada мы с нетерпением ждем возможности опробовать новую машину в 2025 году по всем вопросам вот здесь вот сейчас появится qr-код можно обратиться в наш телеграм-канал задать вопросы по доставке автомобиля по выбору автомобилей так далее так далее плюс также узнать какие у нас есть в наличии по ценам и всему остальному для того чтобы пройти в наш телеграм-канал достаточно навести телефон на этот qr-код если вы смотрите с компьютера если с телефона то сделать скриншот экрана и вставить этот скрин в любое приложение читающая qr-кода ну или проще просто тыкнуть на ссылку в описании под этим видео но с вами был я евгений и мы следим за тем как появляются новые автомобили и рассказываем об этом вам всего хорошего а